Светочка, вопрос. Как нейтрализовать чужие коды через работу с телом? Вот прям телом понимаю, что многие зависимости не мои, а голова стопорит. Почему-то сейчас это обострилось. Смотрите, коды не мои. Я сейчас попробую объяснить прям на пальцах, как я это вижу. Вот когда ты уже видишь человека, ты его не просто видишь, да? Ты его уже видишь не как образ человека, а видишь на каком-то этапе, начинаешь его видеть как голограмму. И эта голограмма, она видится как код, наверное, да, в таком контексте. Вот видели заставку матрицы? Только она как бы бежит, да, а ты смотришь на человека, и там получается как под вибрационной волной, то есть как не сам, ты можешь в него как бы углубиться, в человека, и получается, что он сам, его образ становится прозрачным. И на фоне вот этой прозрачности, когда в воду кидаешь камни, от неё исходят вот эти вот круги, и ты, когда углубляешься в человека, как бы смотришь сквозь него, то ты видишь, что вот эти вот цифры, как формулы, но они не формулы, они именно цифры, но не в цифрах, которые мы привыкли видеть, а другие как бы символы, но это не символы слова, а символы именно шифровки. Я не знаю, как на этот язык это объяснить, вот, и они как символы, и они вот от человека, они так как кругами расходятся. И вот эти вот круги, которыми расходятся, они как раз и есть то, чем ты являешься, что ты на себя, что ты сейчас на себе несёшь, что ты сейчас на себе держишь, какие-то чужие социальные программы, программы семьи, программы ещё кого-то. И вот ты вот это вот всё видишь, ты как бы на него смотришь, и вот они вот расходятся. Да, это не всегда ты можешь сказать человеку, потому что ему нужно самому как бы до этого додуматься, даже не додуматься, а увидеть, осознать. Потому что когда ты ему говоришь, он умом такой, ну, как бы да. И дальше, как бы да, это туда не идёт. У него это останавливается, и он начинает думать, ну, я же понял, я же это всё осознал, а вот это вот мгновенное состояние прожитого, его нет.